Приветствуем всех наших зрителей. Буквально вчера произошли события, о которых наша команда спешит рассказать вам первыми. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех последних событий. Итак, начинаем. Милохин о причине ухода с первого канала. Меня любили, я с этой Медведевой думаю, нужно что-то изменить. В прошлом году Даня Милохин принимал участие в ледниковом периоде первого канала. Партнершей блогера была Евгения Медведева, и зрители очень любили их пару. Однако в какой-то момент тиктокер неожиданно разорвал контракт с проектом и улетел в Дубай. Отъезд не только лишил Даню стабильного заработка, но и увеличил количество хейтеров. 21. Летнего блогера обвиняют в предательстве, а некоторые откровенно смеются над его положением. Однако такой поворот событий не пугает звездного блондина. Меня это наоборот заряжает. Нужно, чтобы люди в меня не верили, делился Милохин в шоу «Стоп-бальный репетитор». Если вся Россия такая, Даня, мы за тебя. Я потеряю запал, типа ну все, меня уже любят, хотят. Это как было с первым каналом. Я сидел в России. Меня бабушки, дедушки, все люди любят, потому что я выступаю на первом канале, я с этой Женей Медведевой, хороший примерный мальчик. Да, конечно, я сижу и думаю, что то не так. Почему то все очень хорошо. Нужно что-то изменить. И вот изменил. Даня оставил Евгению без партнера перед прямо финальными прокатами. А Вербух рассказывал, как сильно тогда расстроилась фигуристка. Девушка считала тиктокера не просто коллегой по шоу, но к близким другам. Спортсменка даже признавалась Милохину в любви в день своего 22-летия. После скандала с Первым каналом, блогер пытался прижиться в Штатах вместе с коллегами из Dream Team House. Но вскоре понял, что хочет обосноваться в Дубае, а летом и вовсе покинул Dream Team. Сейчас Даня мечтает о карьере бойца смешанных единоборств, упорно занимается в зале и уже может похвастаться крепким телом. Он также увлекся чтением книг, изучением английского языка. Все ради того, чтобы покорить мировую аудиторию. «Мне сложно будет сидеть в России, будучи популярным лет 7-8 и не думать ни о чем», — рассуждал блогер. «Сейчас мне приходится работать, думать, тренироваться. Я больше развиваюсь, чем в Москве. Мне нравится Конор Макгрегор. Канье Уэст хочется находиться в кругу больших типов, общаться с ними и чтобы они хотели этого. Вначале, когда я мечтал о популярности, я мечтал именно о глобальной, а не локальной». В списке желаний у Милохина значится и создание семьи. Тиктокер надеется, что крупный заработок поможет ему обзавестись собственным домом, в котором он будет вместе с супругой расти детей. Как только наступит стабильность, наступит семья. «Как только я буду понимать, что у меня есть дом, хотя бы один, несколько машин и пассивный заработок», — заявил Даня.